Накануне в Большом съемочном павильоне возрождающейся Свердловской киностудии состоялось итоговое в этом году заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия города, более известного как Совет неравнодушных граждан. Возглавляющий этот Совет мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предварил выступление этих самых граждан кратким отчетом о проделанной за год работе. Выяснилось, что многие предложения, ранее высказанные членами Совета, либо уже реализуются, либо готовятся к реализации. Так сам Алексей Орлов на одном из заседаний в этом году выступил с предложением о введении в учебную программу городских школ такого предмета, как Екатеринбурговедение. И вот уже совсем скоро в помещении бывшей поликлиники Первой городской больницы в самом центре города откроется выставочная площадка для проведения таких уроков. Создание этой площадки поручено Музею истории Екатеринбурга, в котором как раз накануне появился новый директор. Наш бывший коллега, журналист издания «Знаком» Игорь Пушкарев. Поэтому я, коллеги, предлагаю поздравить Игоря с назначением на этот высокий пост. И, в общем-то, та площадка, которая передана Музею истории Екатеринбурга, многие из вас прекрасно эту площадку знают, это Ленина 52, это большой комплекс, и буквально вот на днях мы будем открывать уже первую часть экспозиции. Это будет, ну, можно называть его, конечно, и креативным кластером, можно как-то еще, но это такое современное музейное пространство, которое будет интересно не только школьникам в рамках программы доп. образования, не только жителям Екатеринбурга и нашим многочисленным гостям. Я очень надеюсь, и мы сегодня именно эту конструкцию обсуждали, что это пространство будет интересно посещать вновь и вновь, потому что там будут происходить очень интересные события, вещи, экспозиции, выставки. Действительно, как динамично развивается наш город. И наши жители, наши школьники должны это знать, и как раз это вот такой очень серьезный элемент того, что мы с вами называем Екатеринбурговедением. Много в этом году неравнодушные граждане говорили о борьбе с вандализмом. По словам Алексея Орлова, эти разговоры не канули в лету. Темы борьбы с вандализмом, то работа в данном направлении, она, безусловно, ведется. Она очень непростая, она, к сожалению, не быстрая, но она продолжается. В ноябре администрация города направила в законодательное собрание Свердловской области проект изменений в закон об административных правонарушениях. Данный проект изменений предполагает увеличить размер штрафов за совершение действий, которые портят внешний облик зданий. Это, конечно, жесткая, но абсолютно оправданная мера, потому что, ну, иными способами остановить вот это безобразие, которое у нас в городе происходит, к сожалению, невозможно только уговорами. Это комплексная, большая, серьезная работа. Кроме этого, состоялось несколько обсуждений этих вопросов с правоохранительными органами. Формируется перечень объектов, которые наиболее часто подвергаются вандализму. Прорабатывается вопрос организации точного наблюдения за этими объектами с тем, чтобы этих актов вандализма вот на этих значимых для города зданиях, конструкциях их было меньше. Говоря о подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга в наступающем году, Члены Совета констатировали, что в силу ряда понятных причин, таким ярким и пафосным, как планировалось, это празднование, видимо, не будет. Но, возможно, станет началом каких-то новых городских традиций. Так музыкант и продюсер Евгений Горенбург, уже доказавший свою способность организовывать крупные мероприятия, такие как фестивали «Старый новый рок» или «Ночь музыки», выступил с предложением о проведении в райской столице в августе будущего года крупного книжного фестиваля «Красная строка», сопоставимого со столичными книжными фестивалями на Красной площади или Московской международной книжной ярмаркой. Нельзя сказать, что в Екатеринбурге до сих пор не было своих книжных фестивалей, но о таком размахе с приглашением 100 книжных издательств, 70 писателей, поэтов и литературных критиков, с организацией 35 ярмарочных концертных площадок и лекториев можно только мечтать. Если авторы этой идеи, Евгений Гринбург и Татьяна Самойлова, еще один опытный организатор крупных культурных событий, найдут необходимые для ее реализации 60 миллионов рублей, то на три дня, с 25 по 27 августа, Екатеринбург может превратиться в книжную столицу России. Субтитры создавал DimaTorzok